Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и наконец последнее, это что из этого всего вытекает и что мы хотим в итоге получить. И в плане учебного процесса, и в плане науки, и самое главное связь с практикой. Потому что вот эта сторона, она самая больная, самая такая малорешенная. И мне кажется, тот шаг, который мы сделали, он даст возможность продвинуться в этом направлении. Итак, слайд, пожалуйста, следующий. Примерно год назад мы выиграли грант по этой теме индивидуализации... Не надо, не надо, перед этим слайдом переходим. Индивидуализация технической и физической подготовки тяжелой атлетики на основе биомеханического контроля. Экспериментальную часть по этой тематике мы проводили в РУЗе, на базе подготовки женской сборной команды России по тяжелой атлетике, где Солтан Асланович Каракотов пошел нам навстречу, дал возможность организовать там временный помост, временно разместить ту аппаратуру, с которой мы туда приехали, провести эксперименты, исследования. И итогом этих исследований было то, что побудило нас к созданию той методики, о которой я сегодня буду рассказывать. Пожалуйста, следующий. Ну, вот этот вот РУЗа, зал, в который мы привезли две методики, два аппаратно-программных комплекса. Первый это, как называемый, ВСКО, это система регистрации траектории движения штанги и кинематики ее движения, я имею в виду скорость, ускорение и параметры самой траектории, отклонение вертикали вправо-влево, высота подъема снаряда по разным фазам движения и так далее. Эту методику придумал, на мой взгляд, очень умный человек. Она очень древняя, я бы не сказал, что это что-то сверхновое, где-то она, видимо, в 80-х годах появилась, и мой коллега из Германии, наш выпускник, кстати говоря, Клаус Бартонец, он много работал в узорной команде Германии с использованием вот этой методики. Ну и достаточно хорошо отзывался о ней, затем я несколько статей нашел, где эта методика использовалась. И, в принципе, она неплоха, она дает возможность зарегистрировать траекторию движения снаряда и соответствующие параметры и тематикового движения. Значит, вот здесь сам ящик, который регистрирует данные, идущие из торта грифа штанги, там транспондер такой, который преобразует проказ и излучение с пунктово-пунктовой сигнал, и затем регистрируется, вот здесь не очень может быть четко видно, траектория движения снаряда. Ну, я сейчас следующий слайд покажу. Вот эта бригада, вот они, как раз, родные сидят, которые выполняли эту работу. Ну и спортсменки, которые поднимают сам снаряд. Следующий. Как результат мы получаем траекторию движения снаряда, скорость вертикальную, с которой он поднимается, и ускорение. К сожалению, вот эта методика, она страдает очень большим числом недостатков. Во-первых, она закрытая, нельзя ничего менять в ней. То, что она выдает, то и выдает. Влезть ее нельзя. Второй недостаток, она не синхронизируется с другими методиками. И поэтому она сама по себе работает. И больше ничего. В-третьих, она не дает возможности измерить траекторию движения штанги полностью в толчке двойной руками. Только в рывке или в тяге. Либо, если вы толчок смотрите, отдельно снимаете при толчке с груди или подъем на груди. Другого в ней нельзя. Четвертый недостаток, очень низкая частота сбора данных. 33 кадра в секунду, при которых она достаточно устойчиво работает. Увышение частоты у нас ничего хорошего в цепи не получилось. Сбой в регистрации, потеря данных и так далее. В чем достоинство? Его можно использовать в условиях соревнований. Мы получили около 500 попыток в условиях официальных соревнований. В первенстве Москвы, России, юноши. И проанализировали эти данные. Получили, на мой взгляд, очень полезную информацию. Которая потом послужила основой для построения дальше этой следующей методики. Следующая, пожалуйста. Вторая методика, это динамометрические платформы. Чего тут надо? Две платформы, располагающиеся под стопами спортсменки. Размером 40 и 60 сантиметров от каждой ногой. Можно зарегистрировать силы и акции опоры под каждой ногой. Изменение центра давления, положение центра давления под каждой ногой. Ну и соответствующий расчет кинематики движения центромасс всей системы. Опять недостатки. Первый. Девятя толчок. Смотри, только шлунг, разножка, больше ничего. Второе. Некая опасность. Это временный помост, который сгородили. И вот как Каракатов согласился на это дело, честно говоря, я удивился. Потому что элита, спортсмены, чемпионат мира, который должен проходить по франции, подготовка. И, ну, сами понимаете, тренер никогда не рискнет, что такое сделает, чтобы поглядило спортсменами. И вдруг вот согласились на это дело. Ну, понятно, что здесь веса поднимали неопредельно и далеко. Но в результате мы получили достаточно хорошие этажи. Следующий, пожалуйста, покажите. Вот это вот то, что творится под ногами. Вот правой и левой ногой вертикальной составляющей силы. И суммарная сила реакции опоры. Следующий. На основе всего этого мы рассчитали 17 показателей. Наиболее информативных с точки зрения анализа литературы и того, что мы сделали здесь. Где можно измерить там скорость, с которой максимальная, с которой поднимается штанга. Высота, на которой скорость достигается, максимальная высота подъема, высота фиксации, потеря в высоте, когда штанг опускается вниз. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И даже вот среднюю мощность, развиваемую артлетом, как наиболее информативный показатель, при выполнении вот этих упражнений. Следующий, пожалуйста. Кроме того, кроме изучения классических упражнений, почти двумя руками брали только подъем нагрузки. И так далее, и другие невозможно, как эти системы регистрировать. Хотя, с точки зрения регистрации силы реакции опоры, здесь только швозг. Радушку не получается, и поэтому отказались от этого. И для оценки скорости силовой подготовки использовали прыжковые упражнения, различные модификации прыжка вверх с места. Спортсменки каждое утро, после разминки, выполняли вот эти задания. И, значит, мы получали возможность в динамике проследить, как изменяется состояние спортсменки, вот по результатам этих тестов. Пожалуйста, следующее. Вот, в частности, Зукова Уоля, чемпионка Европы стала. 75, если не ошибаюсь, килограмм. Вот ее результаты в прыжках в течение 8 дней фиксации, плюс относительная мощность, с которой она отталкивалась, ну и так далее. То есть, в принципе, польза от этого дела ясная и понятная. Единственная проблема, что здесь нужно мотивировать и спортсмена, и чтобы тренер понимал значимость всего этого дела. Потому что очень часто спортсменки приходили, я вот смотрел, отбываю номер, пришла, спросу, они там что-то изобразила, вроде она прыгает, и пошла. И такая ситуация тоже была. В результате здесь надо, ну вот как-то найти золотую середину и понимание тренеров, что если это нужно, то надо это делать от души, на всю катушку и получать соответствующие данные. Если нет, то данные получаются, мягко говоря, и очень хорошие. Что в итоге получилось? Когда мы использовали вот такую методику, мы многое полезное, на мой взгляд, сделали, мы пришли к одному получающему выводу. Обработка результатов усилия очень глупая. То есть, для того, чтобы обработать одну попытку в прыжке, 10-15 минут это минимум при квалифицированном операторе, который знает, что делать. Если говорить об обработке данных темзограмм по результатам платформы, там в классических упражнениях, там еще дольше процедура, то есть это в часы выражается. В результате возникла такая ситуация, что тренеру нужна информация сейчас, именно сейчас или же завтра, или после тренировки. Тогда он будет воспринимать это все положительно, на мой взгляд. А если ему скажут, что через неделю мы вам что-то такое дадим, или как мы приехали, и следующий предложитель. Мы отчитались за то, что мы сделали, были будущие тренеры, собрались там, поговорили, объяснили, зачем мы приезжали, чего мы сделали, чего достигли, чего не достигли. И в итоге была сформулирована та идея, которая и воплощалась, воплотилась сейчас в виде той методики, которую мы сейчас вам хотим показать. Следующий. Солтан Османович очень положительно отнесся к этому делу. И, значит, более того, высказал мысль, что если главному тренеру очень надо, то даже если вот тот маленький излучатель, который крепится на грех штанги, и который весит порядка 10-30 грамм, совершенно не повлияет на действия спортсмена, то по воле тренера он может дать команду, чтобы во время соревнования это можно было фиксировать и получить давные выводы во время тренировки, но еще и когда люди пытаются преодолеть все свои возможности. Следующий. И вот к чему пришли в конечном итоге. Для того, чтобы сделать полезную методику, которая нужна для оперативного контроля, а я напомню, оперативный контроль, это контроль состояния спортсмена, сразу после выполнения задания. То есть какова реакция организма и что конкретно сделает спортсмен тут же после выполнения упражнений. Если речь идет о текущем контроле, то это изменение состояния в микроцикле тренировки, то есть в недельном цикле тренировки, а то дня по дню или же через день, в зависимости от пожелания тренера, когда он хочет в текущем контроле, вот те или иные изменения. Итак, первое требование. Процедура тестирования не должна никоим образом мешать спортсмену. Он даже может не знать, что с него снимаются какие-то задания. Второе. Тестирование тестовыми заданиями являются классические упражнения и специально вспомогательные упражнения, которые составляют основу тренировочного процесса. А не какие-то надуманные вещи. Третье. Это сбор данных должен осуществляться во время соревнований до двух минут. Поскольку между вызовами спортсменов дается две минуты, в течение этого времени аппаратура должна забрать данные и хранить их для последующего анализа. Если это тренировка, и во время этой тренировки тренеру нужно принять какие-то решения, проанализировать и так далее, спортсмен отдыхает от трех до даже до десяти минут, в зависимости от их состояния, поднимаемых весов. Поэтому за это время нужно дать ему информацию о том, как было выполнено движение и так далее. Следующее. Результаты тестирования по каждому атлету заносятся в базу данных и могут быть потом проанализированы после тренировки, позже на нем тренера. Он может вызвать любую попытку, сравнить ее с которыми рукой, то есть эти данные должны храниться там и быть доступными. И, наконец, последнее, это динамика изменения информативных показателей техники и скорости силовой подготовки, должны быть основой для того, чтобы руководитель управлять этим тренировочным процессом и создавать паспорт техники и технической и скорости силовой подготовки спортсменов. И накапливать эти данные. Потому что мое глубокое убеждение состоит в том, что никакого идеала техники в тяжелой атлетике не существует. Существуют некие требования, кому как надо принимать. Поскольку люди очень разные и по типологии, и по антропометрии, и по топографии силы, и по многим-многим другим показателям, в том числе и психологии, то есть так какой-то идеал вообще бессмысленен. Необходимо заниматься конкретным индивидуальным спортсменом с учетом его недостатков, достоинств и так далее, и отслеживать его состояние в динамике, оценивая его, когда он находится на пике спортивной формы, когда он находится разобранный и так далее, и так далее. Вот это тот путь, с моей точки зрения, который разумный и который надо говорить о том. А теперь методика. Программа. Значит, методика включает в себя, в данном случае созданная на базе вот этой кафедры, динамометрический повост. Здесь встроена динамометрическая платформа, американский MTI, которая дает возможность регистрировать вертикальную составляющую силы реакции опоры, продольную, горизонтальную и поперечную, координаты центра давления и моменты относительно трех осей. В рамках данной методики мы регистрировали только вертикальную составляющую силы, мы там полыхаем, вот верхняя вертикальная составляющая, плюс горизонтальная составляющая, которая нужна для того, чтобы посмотреть, куда и как направлен вектор силы реакции опоры при подъеме снаряда. Вторая методика. Включает в себя кино-видео-систему, которая позволяет снимать траекторию движения грифа штанги. Здесь находится источник излучения. То есть то, что в эскопе было, но там было сделано несколько иначе, мы сделали по-другому. Значит, можно зарегистрировать движение снаряда во всей высоте подъема, вне зависимости от того, рывок, толчок или специально вспомогательное упражнение. Я имею в виду толчковые и рывковые тяги, рывок сплинтов, подъем на грудь сплинтов и различные модификации. Даже выталкивание с груди. То есть программа позволяет подстроить под это упражнение саму регистрацию тех параметров и показателей, о которых будет дальше идти речь. Дальше. Две системы синхронизированы. Есть система синхронизации. И мы в одном масштабе времени можем просмотреть, как двигается снаряд и как двигается общий центр масс системы штангист плюс штанга. Еще раз подчеркиваю, динамометрическая платформа может измерить только движение всей системы. Эта методика, видеосъемка, измеряет движение снаряда. Штангиста мы специально не трогали пока. В рамках чисто практических целей. Не мешать, вот первый тезис, который я выдвинул, не мешать абсолютно спортсменам. Он может вообще не знать. Ничего на нем не цепится, не крепится, ничего. Он делает свое дело, за ним следят и получает то, что хотят получить. Данья уже работает с самой системой. Я сказал о том, что принципиальным здесь является время сбора данных и время, которое необходимо потом, после сбора, для анализа того, что она получает. То есть если будет завтра, это неинтересно. Если будет через час, может быть интересно и полезно, и не нужно. Но это можно использовать, повторяю, во время тренировки. А во время соревнований там анализирует нечего. Там можно просто собирать дамы с тех спортсменов, которые сейчас не рисуют. Итак, давайте запишем. Есть три программы, которые реализованы вот в этой методике. Программа первая. Рывок. Рывок двумя руками. И модификации. То есть еще специальные вспомогательные упражнения, которые крепко относятся. Тяги рывковые и рывок спринтов. Это можно сделать в рамках этой программы. Вторая программа. Толчок двумя руками. И третья программа. Это прыжковые тесты. Вот это мы все сделали. И задача теперь только показать, как это все делается. Как реализуется. И что в итоге мы получаем. Ну что, давайте попросим почать. Сейчас мы узнаем. Спортсмены готовы? Вы готовы? Значит, прежде всего, заносятся данные об испытуемом. Фамилия, рост, вес, поднимаемый вес. Ну и еще ряд показателей. Кроме того, там на камере установлен дагомер, который позволяет автоматически определять расстояние от оптической оси камеры до источника излучения, который находится на гнике штанги, что повышает точность измерения координатов. Потому что в противном случае могут быть довольно существенные ошибки. Готовы? Да. Поехали. Итак, вес на штанге. Хорошо. 105? 105 килограмм. Запускается программа, часть программы, которые собирают данные. Все, попытка закончена. И далее... Ох, я надеюсь, не подойдемся. Поверьте мне, что это будет сбор данных. Меньшие минуты. Хотя мы определили там 2 минуты. Здорово, Костя. Итак, идет сбор данных. Программа сначала фиксирует данные, полученные из платформы. Затем обрабатывает видео изображения. Ну и где он есть? Идет? Пришел. Вот красным цветом вы видите траекторию подъема снаряда. Загружаются данные. Все. Закончен процесс сбора данных. И теперь он будет храниться в памяти компьютера. Значит, если это не соревнование, а сразу же тренер попросил посмотреть, что будет в результате этого подъема. Значит, здесь существует система маркеров. Полностью автоматизировать процесс обработки невозможно. Поэтому есть система маркеров, которые должны быть соответствующим образом расставлены. И для этого надо знать механику подъема, понимать, что такое тяжелая клетика и так далее, и так далее. Вот четыре маркера ставятся, затем нажимается кнопочка получить результаты, и перед вами сами результаты. Что мы имеем в итоге? Пожалуйста, уберите вот камеру, чтобы она вас пока не смущала. Данные по камере. Нет-нет-нет, данные по камере. Вот здесь. Уберите. Все. Значит, что мы имеем? Верхний график. Верхний график. Вертикально стояющие силы реакции опоры в процессе выполнения всего упражнения. Синие вертикальные линии показывают начало движения, когда штанга отрывается от помоста, и когда она достигает наиверхней высшей точки. Далее. Следующий график. Скорость, с которой двигается центр масс-системы, не штанги. А центр масс-системы. Штанги плюс штанга. И, наконец, нижний график. Это мощность, которую развивает спортсмен, взаимодействуя с опорой и разгоняя себя и штангу. Все вместе. Теперь к этому мы можем добавить... Добавьте, пожалуйста, график. Того, что происходит с самой штангой. То есть скорость, с которой двигается снаряд, затем сила, приложенная к снаряду и разгоняющего в вертикальном управлении, и мощность, которая развивает спортсмен, взаимодействуя на снаряд. Не всю систему, а сам снаряд. Далее. Мы можем взять и вырезать сначала начальный кусок. Т0, Т5. То есть, сначала давление на опору, превышающее силу веса спортсмена, затем момент Т0, Т1, когда сила равна силу веса штанги плюс атлета, затем предварительный разгон, затем фаза амортизации, затем финальный разгон, опорный подсед, далее пойдет безопорный подсед, фиксация и вставание. То, как принято в тяжелой атлетике, деление на отдельные фазы. Причем здесь двоякое деление. Первое деление на основе движения центромассы всей системы, и второе, общепринятое по движению штанги. Скорость, с которой двигается центр массы системы вертикальная, и скорость, с которой двигается штанга. И мощность, соответственно. Далее. Первая колонка цифр. 16 показателей. Программа автоматически определяет эти фазы. Ей только указывается, откуда и докуда это делать. Она автоматически определяет все эти фазы. И находит скорость в предварительном разгоне. Для системы 1,15 метров в секунду. Для штанги 1,66. Если у меня так очка не все нормально. Далее. Минимальная скорость. То есть есть падение скорости, чаще всего. Класс атлета определяется тем, потерял он скорость или нет. Чем меньше теряет, тем выше технический уровень выполнения упражнения. И здесь можно, соответственно, нормативы вводить и так далее, и так далее. Я сейчас не буду углубляться в это дело. Для системы особенно выражено падение. Почему? Потому что спортсмену принужден двигаться под снаряд, поднимая его вверх. И вот это вот фаза подведения корресии раньше называли, переходная фаза в английской литературе по-разному называют. Короче говоря, так сказать, вот тут есть потери. Эти потери выражены величинами, которые здесь есть. Дальше. Время амортизации. Время предварительного разгона. Высота центра масс в конце предварительного разгона. Высота центра масс. Максимальная сила в предварительном разгоне, в финальном разгоне. Максимальная сила в погриве. Затем максимальная вертикальная абсолютная мощность и относительная мощность. По разгоне всей системы и штанги. Всей системы и штанги. Короче говоря, вот тот набор показателей, которые являются наиболее информативными для оценки того, как выполнено действие. Еще раз повторяю. И для самой системы, и для штанги. Здесь есть некий фазовый сдвиг. Он вполне нормальный. Потому что то, что происходит со штангой и со всей системой, это не одно и то же. Далее. Давайте вторую часть посмотрим. Вот это уже опорный, вернее, безопорный подсед. Фиксация снаряда. Затем что-то такое делается. И спортсмен встает. Скорость, с которой двигается сама штанга, мощность, которая развивается при этом. Теперь дайте, пожалуйста, траекторию штанги. И атлета. Значит, можно сжать это все и показать в одном реальном масштабе времени, как происходит выполнение всего упражнения. Дайте, пожалуйста, всю картинку, весь с левой стороны. Так, все. Вот начало. Вот голубая. Момент отрыва штанги от помоста. И момент, когда штанга на самом верху. Теперь запустим. То есть в итоге мы можем просмотреть, как изменяется положение атлета раз, не трогая его. Для тренера этого вполне бывает достаточно, чтобы увидеть самого человека. В эскопе этого нет. Далее. Сама треитория, по которой разгоняется снаряд. Далее. Мы можем в любой момент времени, используя там процедуру соответствующую, посмотреть, где был атлет и что он делал. Ну, допустим, Т2. Конец фары, фаза предварительного разгона. Вот на такой высоте находился снаряд. Здесь цифры показывающие. В этой позе находился спортсмен, закончив предварительный разгон. Дальше. Следующая. Фаза амортизации. Т3. Закончил с фаза амортизации. Я вижу, где находится снаряд. В какой позе находится спортсмен. И какие показатели, чему соответствуют. Кроме того, что распечатано там, я здесь еще могу, в подсрочной строке, посмотреть, чему равны вот те или две значения показателей. Далее. Следующая картинка. Это центр давления. Я уже сказал о том, что можно зарегистрировать, что творится под ногами. Для рывка особенно, это принципиально важно. Проблема устойчивости в передне-заднем направлении. И довольно часто спортсмены забрасывают штангу назад или она падает вперед. В зависимости от того, что он сделал, что он сделал. Мы имеем здесь опять синхронную запись за произведение того, что происходит с самим атлетом, как он поднимает снаряд. И глупую линию, которая показывает. Вот красная линия – это положение центра давления. В статном положении – ноль. Давление находится где-то в районе проекции говеностопных суставов. Первая фаза движения спортсмены уходят на носки. Затем, выполняя амортизацию, центр давления смещается на пятки. И в финальной части движения он опять смещается на носки. Значит, можно оценить, насколько эти изменения происходят. Куда он свалился? На носки, на пятки. Что он при этом делает? И количественно это измерить и выразить. Следующее, что дает программа – это гагограф вектора силы, приложенного к штанге. Поскольку мы имеем возможность рассчитать движение грифа штанги, в рывке – это практически центр массы штанги. В толчке все усложняется тем, что реформируется снаряд. И при больших лицах он там играет очень здорово. Поэтому там несколько сложно судить о том, как играет центр масс, но все-таки. Вот эта вот красная стрелка, она показывает, куда направлена сила в каждый конкретный момент времени, когда спортсмен поднимает снаряд. Ну, прокрутите. В так называемый годок рафтилы, когда-то Игорь Павлович Ратов очень увлекался этой тематикой, книжки по легкой атлетике и многие другие, они быстрят вот этими вот картинками, где снимаются так, какова сила реакции опоры под стопой, когда человек бежит, идет и так далее. И, значит, вот ту траекторию, которую описывает коньяк с вектором стопой, вот это и назвали годок. Значит, он фактически показывает, куда тянул спортсмен. Тянул ли на себя, от себя. В каком положении он находился, если мы одновременно будем смотреть, что творится у него под ногами с точки зрения центра главы лица. Насколько он устойчиво стоял. То есть в результате мы получаем здесь, на мой взгляд, достаточно богатый объем информации о том, что делает спортсмен с точки зрения того, что творится под ногами, как изменяется положение центра давления, каковы силы, которые он развивает в взаимодействии с опорой, каковы силы, с которой он прикладывает к стопой штанги, траектория, с которой двигается штанга и кинемачка ее движения, ну и так далее. То есть вот тот набор показателей, который дает возможность программы рассчитать и сделать это очень быстро. Я уверяю вас, это в районе где-то двух, может быть, двух с половиной минут. Если взять помощник компьютер, еще быстрее будет делать. То есть в итоге мы получаем срочную информацию о том, что делает спортсмен. Следующая программа – толчок. Я специально не буду почтить ребят, чтобы они несколько раз его выполняли. Сейчас мне задача – поднимать снарядкой, а потом срочную работу по ложести вот этого комплекса и сжимутой. Застанавливается вес 135 килограмм, да? Хорошо. Значит, еще раз подчеркиваю, что помимо рыбковой осуществления, вот эта программа позволяет зарегистрировать круглок спринт, тягу ручковую, тягу толчковую. И самое главное – это определить те показатели, которые могут быть ориентированным кибором, к самому уровню, кибором, 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 кибором. Он вызывает все акцент, в соответствии со снарядом и с опорой. Поэтому и относительная, абсолютная мощность – это один из каких-то киборий информативных показателей. Это не значит, что он все заменяет. Не менее полезны и другие показатели. Значит, при выполнении толчка двумя руками увеличивается. Количество и самих показателей, которые регистрируются во время оборудования упражнения. И очень столько. Немного увеличивается время сбора данных, но это в пределах где-то 15-20 секунд. То есть мы, в принципе, задавшись требованиями, которые должны подъявляться к этой методике, мы эти требования и выдохнем. И с горданью и обработка планируются вот в те минуты, которые я делал. А это значит, что тренеру появляется возможность анализировать сразу после выполнения упражнения то, что сделал в спортсмене, или вызвать эту попытку в любое время, поскольку она уже обработанная, то есть если вначале мы выставляли маркеры, и надо их правильно выставить, выставить, если машина ошиблась, мы можем вести коррекцию и поправить положение маркера, когда пересчитает и все это сделает, и потом запомнить вот эту попытку и будет хранить в памяти уже в готовом виде. И в любое время тренера можно ее вызвать и смотреть, что он выполнил, смотрел, как он сделал, и так далее. Продолжение следует... Итак, опять идет сбор данных платформы, и затем работа видеоизображения. Повторяю, что вот эти процедуры уже для выполненных попыток, которые хранятся в памяти, уже не нужны. То есть все это сделано, все можно воспроизвести совершенно мгновенно и посмотреть результат того, что получилось. и так далее. Спасибо. Продолжение следует... Так, работа закончена. Верними, вертикальные составляющие тело-реакции опоры. Опять голубые маркеры, показывающие момент начала отрыва штампы от полмоза и положение наивысшей точки, когда станет спустя. Продолжение следует... Далее опять идет расстановка маркеров, которые позволяют программе автоматически найти все остальное. Важно только определить вот эти начальные маркеры, их положение и не ошибиться. Ошиблись, пожалуйста, можно поправить. Опять на расчет нажать, и она повторно все пересчитала. Значит, первая часть движения это подъем на грузе. Опять вы видите вверху силы реакции опоры, вертикальные составляющие, силы приложенные к штанге. Далее скорость вертикальной центромах всей системы и штанги и мощность. И, соответственно, фазы, по которым осуществляется движение. Предварительный разгон, амортизация, финальный разгон, опорный подсет, и далее вторая часть движения. Это... Так, вот здесь поправить. Да, Т6. Итак, мы видим вот здесь, штанга ускоренно двигается вниз, максимум скорости, с которой она опускалась во время подседания, остановка, и затем выталкивание с груди. Максимальная мощность, которую я развел спортсмен, разгоняя самого себя и разгоняя штангу. Значит, все эти величины можно здесь посчитать. Время подседания, время выталкивания, мощность развиваемая, силы измеренные в этот момент времени, и так далее. Здесь количество показателей, там было 16, да? Время подседания, а здесь у нас прокрутку. Значит, 22 показателя. Газанты и 20 движений. Кроме того, еще раз, полностью все покажите, и сделайте прокрутку, перед этим, да, в траекторию. Нет, траекторию. Сначала поставьте его. И запустите. Вот опять голубой маркер двигается, показывая, в какой момент времени, где находится спортсмен, как при этом двигается штанг, показывая, параметры движения самой штанги, высота подъема, скорость и так далее. И еще раз подчеркиваю, я могу в любой момент времени перевести маркер по голубой, куда мне надо, и определить, что при этом происходило под ногами, со штангой и так далее. И то же самое касается готового. Здесь он выглядит более запутанный, поскольку движение долго происходило. Но все равно запустите. Значит, куда тянул спортсмен, когда разгонял снаряд, и куда эта сила была направлена. Повторяем, в любой момент времени можно остановить и посмотреть, под каким углом и с какой силой тянул спортсмен. Ну и наконец, тоже центр давления. Мы имеем здесь вертикальную составляющую силы реакции опоры при подъеме на грудь, и как изменялось давление под стопами ног. Какие-то очень похожие на то, что творится в рывке, как и другие параметры, другими показателями движения этой точки. Насколько сместился вперед, насколько на пятки сместился, насколько сместился на носки. Ну и как так далее. И то же самое очень важно при выталкивании с груди. Потому что там проблема у спортсменов, это когда осуществлено подсветание, куда он толкался. Вперед ли, назад ли, вверх и так далее. Фаза подсветания. Вот видите, давление идёт на 1, на пятки. Перед тем, как выталкивать снаряд, свалился на носки на 6 см и с носок толкает. Иными словами, ещё раз подчёркиваю, я могу посмотреть, куда распределялось давление, откуда он и куда пикал. Всё, достаточно, спасибо. Ну и, наконец, третья программа, которая реализована здесь, это прыжок вверх с места. Собственно говоря, если в историю взглянуть, я когда-то лет 15 назад, на старой допотопной технике, на старой платформе, вот это, кстати говоря, это ещё мистерская платформа, как раз я сделал программу, тоже преследуя эту цель. Как бы сделать так, чтобы человек прыгнул, и тут же, после прыжка, получить все данные о том, что он при этом сделал. Ну вот в этом случае уже, это, кстати, более профессиональный программист, который всё это сделал, ну и можно тестировать спортсмена, задавая разные варианты прыжков. Из неправильного положения, без маха руками прыжок с подседанием, без маха руками, разные варианты выполнения этих прыжков, дают возможность оценить вклад в маховое движение руками, использование энергией укропы до формации мышц при подседании, либо взрывные способности спортсмена, когда у нас в неподвижном положении выжиган выжиган. И так, пожалуйста, прыжок такой, вы стоите, руки на пояс, без маха руками, и по команде из неподвижного исходного положения потом выполняете прыжок как считаете нуждаться. Да, с подседом всё как можно выше. Приготовился. Внимание. Оп! Ну и прекрасно. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот она, вертикальная составляющая силы реакции опоры. Устанавливается маркерой начала движения и конца, когда отрывается от опоры. Программа сама находит всё остальное и водоёмы. Высота прыжка 46,5 см. Максимальная положительная мощность 4761 Вт. Относительная 43,5 Вт на килограмм. Время подседания. Скорость, которая подседала. Время торможения. Время отталкивания. Длительность самого прыжка. Максимальная сила при приземлении. Потому что там ещё есть, возникают задачи, не связанные с тяжёлой атлетикой. А вот в фигурном катании, мы это программа делаем. После того, как наговоротные прыжки делаются, или, так сказать, разоматимы прыжки, что происходит, когда спортсмен, грубо говоря, удаляется об опоры. Оказывается, что очень плохо приземляются. Многие спортсмены страдают боли в коленных суставах и так далее. А в игровых видах спорта приходится много прыгать. И в альболистах, и в баскетболистах. И так далее, и так далее. И, как и странно, учитель спортсмены не учат. Потому что ударные нагрузки там достигают волосы. В микроцепции это то, что вы идеи. Ну вот то, что мы вам хотели показать. Я хотел бы, чтобы Виталий Федорович продолжил немножечко, или множечко, как он посчитает нужным. Вот этот проект, он не закончен. Дело в том, что то, что мы сделали, это вот тот кусок из общей системы программного обеспечения и аппаратурных средств, которые направлены на управление тренировочных процессов тяжелой техники. Уважаемые друзья, я бы хотел сказать о том, что мы вкладываем, какие перспективы мы вкладываем вот в эту методику. Понятно, Анатолий Саша объяснил о текущем оперативном контроле за состоянием технической и физической подготовки со спортсменами. Но это не самое главное, наверное, как вы сами понимаете. Хотя это очень важно. Самое главное — это научиться управлять этой системой подготовки. То есть мы должны, или тренер должен научиться управлять. Что значит управлять? Он должен нагрузить спортсмена упражнениями и нагрузкой. Ну, упражнения, средства, методы различные, подобрать. И получить результат. Сейчас в нашем состоянии это грузанули, скажем так, и получили результат, и непонимаемый, что происходит в процессе вот этой подготовки, допустим, 8-й недельный цикл подготовки, или непосредственных оснований, там, 4 недели, или вообще это идет какая-то базовая подготовка. Вот наша задача — научиться этим процессом управлять. Чтобы управлять, надо иметь определенные инструменты. И вот эта методика, она как раз позволит, часть, вернее, этой методики позволит этим процессом управлять. То есть мы получаем здесь состояние спортсмена практически, вот вы видите, его техническое мастерство и физические качества. По различным соотношениям фаз, временным показателям, показателям усиленного опора, показателям скорости движения снаряда, мы можем оценить его состояние, физическое состояние. В тяжелой атлетике их так как бы принято, что разрывать физическую подготовку, техническую, невозможно. Техническая подготовка, она вытекает из физической подготовки. И чем выше уровень развития скоростных силовых качеств, тем, естественно, будет спортсмен, ну, скажем так, лучше поднимать снаряд. И мы хотели бы в продолжении этого сделать еще сюда ряд параметров, которые помогли бы нам управлять этим процессом. Ну, первое и самое основное. То есть, как вы сами понимаете, в тяжелой атлетике достаточно просто считается нагрузкой. То есть, есть упражнения, есть перечень упражнений, есть количество подъемов штангета по объему, есть показатели интенсивности. Это все измеряется в тоннах, килограммах, поэтому там, ну, элементарная бухгалтерия, все это хорошо считается. И к этой системе, к этому аппарату программного комплекса, естественно, необходимо еще нам приложить подсчет нагрузки, анализ нагрузки. Чтобы мы могли это все оценивать не просто взяв в полете, а именно приложить от нагрузки. От нагрузки все идет. Все, без нагрузки ничего мы не можем сделать. Не можем не оценить, как мы на спортсмена повлияли. Да, мы получили эти данные, а дальше? Так вот, система управления предполагает, что когда мы получаем какие-то данные на человека нагрузили, мы понимаем, что мы с ним сделали. Или нагрузили нормально. У него идет развитие прыжковых, таких тестов, которые мы с вами смотрели, прыжковых, толковых упражнений. Или наоборот, идет снижение этих показателей. Значит, мы начинаем его перегружать. Надо давать возможность тренеру манипулировать, или, как я уже сказал, управлять этим процессом. Когда этот процесс будет, наверное, на наш взгляд, более полный, более целый. И для этого, естественно, нам предлагается, Артур Александрович не упомянул, о паспорте техники спортсмена. Но мы бы хотели пойти дальше и сделать просто паспорт спортсмену. Куда бы заносились все-все-все данные на протяжении всей спортивной карьеры. Ну, в идеале, конечно, это когда человек приходит, переступил порог какой-то секции, на него наводоводится паспорт, куда заносятся различные данные. Ну, вы сами сейчас прекрасно понимаете, что туда можно нанести все, что угодно. И этот паспорт следует за ним везде, по всей своей спортивной карьере. Перешел он с тяжелоатлетики в борьбу, пожалуйста. Перешел он с борьбой в волейбол, пожалуйста. В волейбол, гимнастику, ну, вы сами понимаете, да? Сказал, приходишь, тренер уже может посмотреть, что, какую нагрузку он выполняет. Ну, а если брать такой короткий промежуток времени, то, естественно, члены сборной команды страны обязательно должны иметь такую позицию. Обязательно. И тогда мы можем спокойненько с вами контролировать процесс подготовки. При отборе на какие-то соревнования мы можем показать цифры и сказать, вот видите, на этом блокаде так же посмотрите, вот у него была такая-то нагрузка, какие-то тесты он проходил, такие-то данные. И мы, как прогноз, можем сказать, вот такой-такой-то результат должен показать. Причем в этот комплекс программы мы хотим завести, как я уже говорил, нагрузку, параметры нагрузки, техническую составляющую, физическую составляющую и даже еще биохимический контроль, который тоже позволит с другой стороны посмотреть на состояние спортивного. Вот вкратце то, что мы планируем сделать в ближайшее время. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Коллеги, мы сегодня очень рады присутствовать на таком мероприятии, мы будем поотказать с нашими величинами учеными. Очень важно, что наука начинает возвращаться то есть когда-то это было, в общем-то, закономерностью в Советском Союзе таких вот семинаров проводили достаточно большое количество, а потом при распаде той стороны при формировании нынешней ситуации эта система была немного утрачена. И вот то, что сегодня происходит, вот эти первые шаги, которые, соответственно, должны привести к реализации, собственно говоря, во многих направлениях. Если мы говорим о спорте высших достижениях, то вот эти методики должны стать на службу тренером национальных сборных команд и тренером же, соответственно, дюшеров. Если мы говорим о системе образования, о системе спортивного образования, то это возможность кафедрам получить вот на стыке с наукой, получить возможность более качественно готовить своих студентов, которые будут уже не просто получать некую теорию, причем теорию иногда уже достаточно длительного срока действия, а получат новые какие-то, соответственно, перспективы и понимание этого вопроса. Поэтому я надеюсь, что вот здесь присутствует у нас и директор научно-исследовательского института в нашем университете. Я надеюсь, что эта программа и проектор даже здесь вот смотрит за этой ситуацией, что эта программа начнет работать не только по биомеханике, потому что вот им честь и хвала, и большое спасибо за то, что они сделали такую презентацию, такой первый шаг к тому, чтобы эта система заработала. Но все наши кафедры и первые, соответственно, спортивно-педагогические кафедры должны получить вот такую возможность, должны соприкоснуться с новыми технологиями. И я хотел бы еще раз от всей души поблагодарить нашу группу разработчиков, Торис Саныча, как идейного вдохновителя и гуру этой программы, его всех молодых помощников, магистранты, аспиранты, которые принимали участие завхательной тяжелой атлетики имени Медведева, соответственно, не тратит кодача, что вот такая программа, она уже состоялась, это уже показали. Я думаю, что здесь вот Татьяна Александровна, не вижу, ушла она, присутствовала. Татьяна Германова. Татьяна Германова, да. Ушла, да, к сожалению. Я думаю, что она тоже эту информацию передаст в министерство, потому что, периодически реже слух, когда я нахожусь на различных совещаниях в министерстве, наш министр, не знаю, где он, на каком мероприятии он был, но все время вспоминает, соответственно, этот случай, когда он приехал в центр подготовки сборных команд, там тренируются штангисты, он говорит, вот там какой-то дедушка со своим внучиком, соответственно, на какой-то там древней технике что-то там пытались изучать. он так сарказмом об этом говорил. Это не мы были. Я уверен, что у вас внучика вроде еще нету. Соответственно, исходя из этого, вот эта ситуация, она может дать возможность нашим выходителям любого ранга понять, что, собственно говоря, сейчас есть возможность для того, чтобы наука объединялась с практикой. С практикой во всем мире. Поэтому еще раз большое спасибо, успехов. Я надеюсь, что такие программы будут поддерживаться. Я сказал, что, собственно говоря, здесь была инициатива конкретного человека, настоящего ученого. То есть те деньги, которые он заработал по-другому гранту, он их смог отложить, и он сделал такую программу. Но я уверен, что заинтересуются уже различные наши структуры. Олимпийский комитет, Центр спортивной подготовки, сам Минспорт и так далее. То есть, может быть, это региональные какие-то организации. И, собственно, эта работа не останется в таком вот ключе. Только, соответственно, разработки не ляжут куда-то на полку. Но, по крайней мере, я готов для этого сделать все шаги, для того, чтобы это было реализовано. Еще раз спасибо. Всего вам хорошего. Всем коллегам успехов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. Вопросы, иметь выбор оленьшую систему. Здорово. Быстрее. Достижения должны становиться… Достижения в одном виде спорта должны становиться созиданиями другими спорта. И, скорее всего, наверное, это можно найти применение в пауэрлифтинге, гиригонме диспорту, и прочее. Но что интересно, что… Покурс это бывает, удачный и неудачный. Интересно было бы запистий с максимальным весом, когда выполняет спортсмен. Я отвечу. Таких вопросов, которые Вы сейчас задали, их колоссальное количество может задать. Мы показали инструмент. Вот этим инструментом можно изучать и то, о чем Вы говорите, и влияние тренировочных нагрузок, и различные методики подготовки спортсменов, насколько успешно они реализуемы. Ведь Ваша получит ту информацию, которая будет отражать состояние спортсмена и то, как он выполняет упражнения, и на основе этого принимать последующие решения. А эти идеи, я не знаю, может быть, колоссальное количество. Колоссальное. Еще раз подчеркиваю, мы рассказывали про инструмент. Вот мы его сделали, вот он такой. Это не значит, что он, так сказать… Все, дальше дальше некуда двигаться. Нет, мы его еще будем совершенствовать, у нас есть свои проблемы. Второе, что очень важно, его надо вкрутить на практике и получить мнение практика. Потому что те показатели, которые мы включили, мы включали в большей степени исходя из этих научных соображений. Вероятно, практика заинтересует нечто иное, или похожие вещи. Я убежден, что я сам поднимал эту штуку и знаю, что такое тяжелая атлетика. И поэтому мое ощущение такое, что что бы мне сейчас ни сказали, помимо движения человека, этого пока здесь нет, но оно будет. Здесь все можно делать, или во всяком случае очень много. Очень много. Ну а самая главная мысль, которую я все-таки должен выставить. Я глубоко убежден, что вот это, вот это должно быть не только здесь, а на базах подготовки в Руси, и на других базах олимпийской подготовки, чтобы спортсменов никуда не возили, чтобы это делалось там, в процессе тренировки. Нужны только люди, которые помогут реализовать это, пояснения давать, аппаратуру навалить, и так далее, и так далее. А для этого нужны, гранты или что-то, заявки о федерации, олимпийского комитета, и так далее, и так далее. Мы готовы такую работу сделать. А какая она? Какая она юридика? Ну да, нравится, не нравится, это другой вопрос. А вот то, что уже реализовано, то, что не грязься, вот это я глубоко убежден, это нужно сделать. Банально простой вопрос. Цена проблемы и обслуживание. Платформа стоит 5 львов. Ну, платформа, это более-менее понятно. Все вместе, и ведь обслуживание там тоже стоит. Ну, это будет суеты. Платформа сама как стоит этих львов. Вот институт в рамках НАТО проекта тогда закупил 4 такие платформы, одну из них будет использована здесь. Она не совсем подходит по тяжелую плечку. Она большая. Нам пришлось сделать защиту. И просить спортсменов, чтобы не очень громко. Потому что могут неприятности наделать. Ну, вроде бы защитили все, как могли. Надо делать специализированные платформы под размер как раз того места, где тренируется спортсмен. Пожалуйста, фирма это делает. Платите деньги, где вам поставили любую платформу. Даже платформу под левую ногу и правую ногу отдельно. Все, что хотите вам сделать. Вопрос о том, что сами платформы и само программное обеспечение, которое с ними доставляется, оно для вот таких вещей, о которых я сейчас говорил, абсолютно неприемлемо. Это все делается для другого. Для науки, еще для чего-то. А вот чтобы внедрить это в практику, нужны специализированные программы, нацеленные на регистрацию конкретно этого, этого, этого в данном виде спорта. А это труд. Для этого нужно, чтобы поработал программист и так далее и так далее. Программное обеспечение это ваше или пользование? Нашим. Нет, все собственное. Потому что все существующее программное обеспечение, будь то тема для видеоанализа, сим-опшн для видеоанализа, программы, которые есть в системе более сложных систем, датфиш, более простые системы, все эти программы, они не специализированы, и вообще сделаны. И ни одна из этих программ вот эту задачу не решит. Просто не решит. Поэтому мы вынуждены создавать свои программы, узко специализированные для конкретного вида спорта, для конкретных задач, и в этом их сила. Потому что у тебя программы хорошие, можно многое делать, но вы это будете делать неделю, в месяц. Вот. Вот чемпионат мира прошел 85-го года, публикация о результатах его появилась в 86-м году. Вот обрабатывали данные, чтобы обработать попыток 5-6 ведущих атлетов. Начиная от Салимана Глы и кончая в других спортсменах. Это ж не делать. Вот мы, идея самая основная, мы двигались по пути ускорить этот процесс до момента, вот выпал — получи, прыгнул — получи. Мало того, я не показал, есть протокол, где можно распечатать эти результаты и отдать этот рейтинг сразу. Думаете? А всего совокупные затраты, с учетом вот этих 5-ти миллионов помостей, вот в какую сумму они вылезут? Ну, я думаю, где-то… Если о аппаратурных вещах, миллионов 5… Примерно так. Ой, миллионов 6. Силовист еще… Ведь эта камера… Эта камера 50 кадров в секунду снимает. Желательно в сотни. Там как только частота растет, там в геометрической прогрессии растет цена. Т.е. программы… Вот, программист от Бога, вот он это делает. И поэтому, мне кажется, это дело прекрасное. Вопрос интересный. Деньги и так далее, значительно много. Вы в начале своего выступления говорили про практическую значимость, да? Теория, у нас на данный момент, действительно, такая проблема, она далека от практики. И мы видим, в принципе, что программа, она досконально, в принципе, нам показывает кинематику, движение, знание. И мы предоставляем тренера цифры, множество цифр, но, как вы сказали, обработка происходит практически моментально, мы видели, да? Чуть двух минут. Но что тренер получит из этого? И что он скажет спортсмену? Т.е. вопрос в следующем. Вы планируете как-то разработаться практическими рекомендациями в педагогическом характере? Как бы в продолжении этого процесса? Да, конечно, это большой труд. Это свой отдельный раздел. Здесь, соответственно, надо тренера тащить сюда по пониманию этого вопроса с биомехаником и специалистом. Он не относится куда совсем, иначе будет то, что я не дал службу. И это процесс свой. И там надо работать, работать и работать. Потому что осмысливать это все, понимать. Но я абсолютно убежден, что любой тренер, когда я занимался тяжелой атлетикой, ну хорошо, я еще для них ходил. Но я убежден, что вот мои коллеги, с которыми я говорил, что-то показывал, которые просто крафтили. И когда вот это все начинаешь рассказывать на его языке, как ты стоишь, откуда уперся, куда пихнул, куда, извините, зад отключил, и так далее, и так далее, он все прекрасно понимает. Он просто этому подтверждение находит вот в тех цифрах, а не на уровне того, что он видит. Потому что есть вещи, которые тренер видеть не может. У нас нет этих органов чувств. А там распределяется у клиента центр давления. Да что ты его знает. Ну это медит. Пожалуйста. Вопрос в том, чтобы биохимию туда включить, вот как-то поподробнее с этого места. Поподробнее с биохимией? Что бы куда включить? Дело тут не в этом, что поподробнее с биохимией, а дело в том, что это должна быть, как раньше у нас говорили, комплексно методика. Комплексная методика оценки состояния спортсмена. Куда включается первая нагрузка, потом технические показатели, показатели техники, физических качеств и, естественно, какие-то параметры биохимии. А что подробнее вас интересует, вы конкретно скажите, какие показатели вас интересуют в крови? Обсудим отдельно. Поэтому смысл-то всего, вы сами понимаете, в том, чтобы сама идея управления этим процессом, она невозможна без данных определенных, она просто невозможна. Вы нагрузили спортсмена, получили результат. А если вы его не получили, как проанализировать, где вы ошиблись? Невозможно это сделать. То есть игра, как я говорю, в такой картежный термин, игра в темную. Грузанули, получили что-то, там какой-то результат. Потом не получили этот результат, начинают разбираться. А разбираться не с чем. Нет ни нагрузки, ни тестовых каких-то параметров, ни техники, ну ничего нет. У нас даже бывают такие случаи, что люди даже дневник, тренировочные нагрузки не ведут. Не записывают ничего. Проанализировать нельзя. А когда отбор идет от команды, показать им что-то уже невозможно. Ну вот они там прикинулись у нас, столько-то, столько-то подняли. Мы планируем там первое, серое, второе место. Прекрасно. А может быть он уже через две недели загнется. Кто об этом знает? Никто не знает. Биохимики, они специалисты в своей области. Они говорят, вот какие-то показатели крови изменились. Ну и что дальше? Или говорят, что вы хорошо тренируетесь. Или говорят, что вам надо нагрузку снизить. А как ее снизить? Насколько снизить? Кто это должен оценить? Понятно, конечно, молодой человек прекрасный вопрос задал, кто с этим будет работать. Работать будет тренер вместе с работниками КНГ. Другого пути нет. Два человека должны отвечать за подготовку сборных команд. Это главный тренер и руководитель КНГ. Как только разделят функции, вот у нас сейчас разделяют эти функции, все, нет, никого не найдешь. Кто виноват. Они вдвоем должны отвечать. И КНГ должна быть, комплекс там, и специалист по технике, и биохимик там должен быть, вместе с врачом. Ну то есть там целый тренерский штаб должен работать. Тогда у нас будет сборная команда. По любому виду спорта. Я не беру только тяжелый атлетик. Идея вот такая заложена. Мы хотели показать вам только начало того, что мы хотели построить модель вот этого всего. На примере тяжелого атлетика. То есть к чему мы должны стремиться? Человека готовить нельзя в скрипую, нельзя в темную готовить. А у нас биохимия порой, вот Сергей Юрьевич задал вопрос, а у нас биохимия сводится к тому, что тренер смотрит, что он принимал спортсмена, помимо того, что ему давали. И начинает как палкой размахивать, так, вот я следил, у тебя там еще что-то, у тебя еще что-то, и сегодня не поедешь, поедет другой. Ну это, сами понимаете, это не государственный подход, совершенно. У себя дома можно размахивать чему угодно, и гонять там жену, детей, в борной команде этого делать нельзя. У меня вопроса два. Значит, первый вопрос немножко задумал мне слов, когда в начале сказали, что общих закономерностей построения движений в целом атлетике нет. Это индивидуально-типологические, местомато-типические, это индивидуальная техника. Или это как-то, надо немножко пояснить, я не могу себе не представить, что есть общие закономерности построения движений. Прыбки, вталочки и прочее. Другое дело, индивидуально-типологические откладнения от той закономерности физико-технической, которая существует у данного спортсмена. Это первое. И второе. Я чуть перебью. Сергей Ильич, вы сами все ответили. Вы обновенно все сразу ответили, а тогда вы ответили. Я говорю о том, что идеальные техники не существуют. А вот требования к тому, как надо делать, вот да, они существуют. И на них накладываются эти самые индивидуальные особенности. А ведь часто погоня идет к тому, что углы должны быть строго такими, вот это должно быть строго таким, это строго таким, когда слепили, и получился идиот. А и тогда дальше вопрос уже о практической реализации. Ну вот в мире, кроме нашей России и бывшего Советского Союза существует в тренировочном процессе оперативной видеокамеры. Когда тренер снимает данное движение, подходит к спортсмену и говорит, видите, вот в этом моменте или в этом фрагменте ты должен выполнить и исправить ее, спорректировать таким образом. Можно ли на основе ваших прекрасных результатов создать камеру, допустим, для тренера, где будет программа для данного спортсмена идеальной траектории движения в данном упражнении, и относительно которой каждое частное выполнение, да, ты делаешь, оно будет показывать флюктуацию или отклонение от его индивидуальной идеальной нормы или траектории. Можно ли это создать? Ну, отчасти да, потому что я и говорю о следующем. Мутин индивидуальный подход и построение индивидуально оптимальной техники для данного конкретного спортсмена. Не вообще, а вот именно для данного спортсмена. Но там есть очень много трудных вопросов, на которые пока ответа нет. То есть если есть отклонение от неких представлений о том, как надо делать, то что является причиной этих отклонений? То ли его плохо научили и с этими ошибками он живет и ничего ты с ним не сделаешь. То ли, кстати, это можно исправить и это надо исправлять. Это не такой банально простой вопрос, как мне кажется. Здесь еще надо ученым поработать, поработать и поработать. Ответа однозначного, на мой взгляд, здесь нет. Довольно. Нет, ну, по-моему, у вас от 18 до 22 показателей как раз вот это изменение в траектории частного выполнения упражнения и движения, оно-то и как раз и даст те расшифровки вот тех ошибок, которые он делает в конкретном упражнении. Возможно. С этим надо работать. С этим надо работать. Я не могу сейчас вот ничего не получить и дать какой-то ответ на вопрос о том, что надо с этим инструментом работать. И в процессе работы появится какой-то результат. Мы просим прощения, Светлой Александрович. Дело в том, что мы хотели, чтобы мальчики по два раза подняли в рывке и в том числе. И тогда можно было бы как-то сравнить вот один и тот же вес, один и тот же спортсмен. Можно сравнить эти данные, как я понимаю. Тогда можно увидеть, даже один и тот же вес с разницей в 2 минуты, может быть, и то разные показатели получают. Тем более вес этот, как вы сами понимаете, непредельный. И даже не около предельный. Процентов, ну, 40, наверное, на отрывке. Лучше, чем вы. Прогода. Ну, не стыков. Ну, задача, чтобы показать саму методику, ее возможности. А вот поставить их поднимать побольше, конечно, интересно. А потом, в тяжелой атлетике, у меня, простите, пожалуйста, ошибки не исправляют словами. Это можно там подсказывать, наверное, в каких-то сложно-инфляционных упражнениях. А в тяжелой атлетике подбирается конкретное упражнение для того, чтобы исправить какую-то ошибку. То есть, твение воздействия, все равно, естественно, он говорит, чтобы у спортсмена какое-то представление об этом было. Но в основном подбирается упражнение, которое позволяет исправить ошибку и спортсмен по-другому сделать не может. Не задумываясь даже об этом. Поэтому вот такая у нас. Это тоже помощь, в свою роду, для следователя. Есть еще одна вещь? Пламенируется, а через дальше, ну, скоро времени конференцию научно-правительскую, и вы могли бы все-таки мальчиком выступить из-за того, что не могли делать. Конечно. Еще лучше просто от выступок, пообщаться, поговорить. И мало того, то, что мы показали, это еще не плод какой-то научной работы. Повторяю, был инструмент сделан, мы его вам показали. Что на основе этого инструмента можно дальше делать в практическом плане или на лучшем плане? Вот сейчас молодой человек поступил к нам в аспирантуру, Саша, где он здесь? Вот. Вот много аспирантов, эффекты для механики, а вот и у него методика. Может, завидовать? Потому что он будет заниматься своей конкретной работой, имея уже вот этот инструмент. Его задача освоить его и решать научные уже задачи. А у нас очень часто мы бегаем, придумываем что-то, а потом ищем, как бы это все померяло. Мы пошли по другому пути, вот сделали этот инструмент. Мысли может быть очень ровно. И сравнивать удачные и неудачные. И сразу и разными весами поднимающие. И разные упражнения. Потому что одни упражнения, относящиеся к рывковым упражнениям, с одной стороны, что-то одно воспитывает в человеке, другие, другое, что конкретно это надо изучать. Это же ровно. Я говорил о практической стороне. Потому что просто вслепую что-то делать, и это время ушло. Нет. Немножко на вопрос Сергея Дмитриевичу и не делится. Сергея Дмитриевич, я в свое время занимался анализом тяжелокенетических упражнений, начиная с 80-х годов, когда была у нас Олимпиада, потом целые кучи первых России. И мы пользовались биоконической видеосъемкой, киносъемкой камеры Эксен-Мастер-500. И анализировали удачные и неудачные попытки. И вот в принципе у нас получилось для каждой весовой категории такой обобщенный коридор, в котором должно выполняться упражнение. И этот коридор был разделен по какой-то логической схеме на какие-то уровни. И мы уже знали, если человек на, скажем, первом уровне не достиг такой-то скорости, то он из этого коридора вывалится, и у него уже будет неудачное выполнение упражнений. И так точно оно получалось. То есть есть уже подходы, которые позволяют проанализировать, насколько удачно или неудачно будет выполнено упражнение, даже не полностью анализируя упражнение. По социалистическим данным, когда мы оценим. Есть подходы? из вопросов нет. Спасибо вам. Большое спасибо. Показатели основные, как там в медицине температура и пульс. Саша, обсуждение пока у нас нет есть в принципе интегральные критерии, рывки это высота достижения максимальной скорости. Ну здесь вот сейчас говорили по килограмм. Он сказал, допустим, если ты вываливаешься из скоростного диапазона, то будет как минимум техника будет выполнение неправильно, значит удачная попытка. Значит мы начинаем тренировать. Наоборот удачной попытки не будет. А если даже попал, то это на грани пола. Либо травма, либо мы тренируем что-то не то. Когда начинают на три раза рвать, третью попытку проанализировать и посмотреть какая будет скорость, что мы тренируем в этом случае. это уже в том случае нельзя по одному даже к генералу заметить не потребуется. Нет, наблюдение. Я же об этом не сказал. Я же вам об этом говорил. вы спросили цена вопрос? Это что это? А удешевить можно, кстати, по поводу цены вопроса? Если у нас есть в нашей стране, кто делает, они сделают не за пять, а за миллион. Но суть в чем, допустим, железный щит, правильно? Который... Платформа это специальная... И какие-то датчики, правильно? Тензо-датчики стоят. Ну, может быть, не обязательно вот эту огромную громадину делать? Может быть, она должна быть все равно определенного размера, потому что ножницы, когда спортсмен делает... А можно его сделать в виде просто железного щита, допустим, толщиной сантиметр-полтора? На нем стоит атлет, а штангу бросает на помосте на обычном. Просто размер тензоплатформы будет соответствовать центральной части помоста, где спортсмен выполняет упражнения по краям резину, стандарт помост. Ну, что, все это возможно. Вы не рассматривали так по плану дешевления? Я тебе же сказал, что купили вот... Один-единственный экземпляр. три штуки в университете таких платформ купили у нас в свое время выигранных проектом, сколько там, миллионов попал в нашу вузу. И тупили вот сейчас способили сюда. Конечно, это должно быть на каждой базе, причем баз этих должно быть на юге, в средней части, на Урале и на Дальнем Востоке. А нам будет помощь на этом базе? Нет, олимпийских баз должно быть по каждому виду спорта, каждому, по часовым поясам, что можно в зависимости от куда и чемпионат мира. Да-да-да, все правильно. федерального округа нет, зачем, я говорю, юг, центр, подольск, чехов, допустим, Сочи, минводы, на Урале где-нибудь, в Челябинске, в Екатеринбурге, или в Западной Сибири, и Дальний Восток, нет, в Хабаровске, в Дальнем Востоке, чтобы было, тогда можно охватывать хотя бы как-то приблизительно, смотреть, где чемпионат мира идет, адаптацию, проводить, сбор проводить, годичный, трехмечный, все равно они умерли, а так у нас получается, они уехали на 18 дней, на 24 дня, никакой не адаптации, ничего. А пока ожидаются предложения от спорткомитетов разных, как предполагается дальше использовать эту программу, платформу, может какие-то соревнования вам проводить, например, московские, и снимать, параметры. Московские, ты же знаешь, мы уже снимаем, мы и вейскопом снимаем, сейчас будем снимать с помощью вот этой вот камеры, а дальше мы уже предлагали, вот Анатолий Александрович об этом сказал, что Сосолтан, Карапутан, допустим, он был готов в свое время настоять на том, чтобы этот наконечник одевать на чемпионатах России для отбора и смотреть, как сборники поднимают и как претенденты, там, резерв ближайший поднимают. Поэтому все зависит теперь от решения Олимпийского комитета Минспорта и Федерации в нашей власти. Готовы они на это? Если готовы, мы показали, что мы можем. обнедрять, я не могу приехать с чемоданом вот с этим на сбор и сказать, ребята, построитесь, я сейчас буду вас снимать. в курсанте. Здесь, в очередь. А здесь в институте будете? Мы для этого и делали, будем здесь тестировать. Мы готовы здесь протестировать. Сборную команду, пожалуйста, приезжают, в зал тренируются, размялись, как вот наши. Это, кстати, наши студенты поднимали, они тоже члены сборной команды России. Приехали, все нормально, размялись, потренировались, пожалуйста, душ есть, баня, все есть. Все условия. Другое дело, что здесь нельзя находиться в условиях сбора, потому что, ну, не приспособлено это для здесь учебных заведений. А такие вот мероприятия разные, пожалуйста, этапный контроль проводить совершенно спокойно можно. Выделять там один день, привозить сюда сборную команду. Пока, до того момента, пока не оборудуется база олимпийских, где сборная готовится. А вот в Венкове здесь был, никак не обсуждали с ним такие вопросы? Ну, я думаю, что для них нужно время определенное для Венкова, чтобы он доложил президенту, что он здесь видит. Время определенное для того, чтобы проанализировать эту ситуацию. Ну, к сожалению, вот он ушел. Не, но такая вот заинтересованность, когда, например, приезжайте к нам, у нас будет такая презентация, а не там, о, как интересно. Вот они же приехали, значит, им интересно. Ну, может быть, приехали просто там для галочки. Вы официально пригласили, они официально... Я думаю, что не надо людей обижать. приехали для галочки, я думаю, что они приехали с определенной целью. Но ожидаете каких-то изменений, предложений какие-то? Я ожидаю, я ожидаю, что Федерация будет эти проблемы рассматривать, ну, потому что тут смысл простой, что... Во-первых, это нужно, правильно? Готовить по-другому сборную не получается. Последние Олимпийские игры это показали. Но не получается. И последние тоже. И там еще... То есть, у нас практически с Сиднея в 2000-го года у нас нет, ну, не считая Берестова, золотых медалей тяжело отметить. Да, три цикла. Вот об этом мы... Несмотря на то, что всегда били себя в грудь и говорили, что мы там выиграем чемпионаты мира, там у нас там по одному, по два, по три чемпионов мира, вообще команды мы выиграем, мы мужчины и женщины. Но, к сожалению, Олимпийских медалей за последние у нас сколько там получается? Четыре. У нас только одна Олимпийская золотая медаль. Это, конечно, неправильно. Тем более, что возможности для этого есть, и есть люди, которые могут помочь. Я думаю, что... Такой вопрос, просто лучше все это узнать. Тут нужно два специалиста или один специалист? Или это вообще можно обучить тренеру, чтобы он этот инструмент использовал в дальнейшем? Или это... Встречная... Бригада. Нет, тут... Я думаю, что тут, как правило, нужно хотя бы одного человека, который в этом все понимает. Ну, то, что мы снимали в Розе, там войсков был, и была эта платформа, он Саша наш, понимаешь, теперь уже аспирант, он там был. Правда, приезжали мы, налазывали всей бригады, 5 человек было. Ну, мы его одного оставим. Один человек вполне справляется, да? Но и на тренера в дальнейшем приложить это нельзя, чтобы он сам... А зачем? Это не функция тренера. Пусть он программы пишет, пусть они со спортсменом нагрузку считают. Вот их задача. Треба спорить за спортсменом, как он тренируется. А совместно с тренерами личными, с главным тренером, они совершенно спокойно могут все это посмотреть, дать рекомендации. Зачем тренеру забивать себе голову, ему совершенно это не было. Если ему интересно, пожалуйста, он может все это посмотреть, ему объяснять. Ну, он имел в виду такое практическое применение везде и всюду. В будущем. Соответственно. Получается, что да. Это на уровне сборной. Элиты только. Сборной, с дешор каких-нибудь крупных. Ребят, вы же поймите прекрасно, что глупо новичка поднимать, заставлять на этой платформе. А с дешором? Там мастера спорта. Мастера спорта, пожалуйста. Уже определенный уровень. Никто же не против. Ради бога. Упирается все в повоз. Сюда круглый год на сборной. По нескольким возрастам. Я вам еще раз говорю, сборный это должно быть обязательно. Первый сборный вопрос. И в первой, и во второй, и в третьей, и в четвертой. Какая разница? Они тренируются практически все на одной базе. В Рузе там все возрастают. Все, кто был там? Поэтому это должно быть. Это тренеры, они просто... А не упрется ли этого в бюрократический такой тупик, когда, естественно, там нужна будет специальная бригада с зарплатой? На какой тупик бюрократический? Ну, там, на сборах. Поймите, у нас есть... Ладно, купят, а не поможут. Нам из советских времен досталось очень хорошее наследство. В лице КНГ. Только не в том виде, в котором сейчас оно существует, а в том виде, как это должно быть. То есть руководители КНГ, члены КНГ, как врач, как тренер, должны стоять на ставках, в ЦСП, в министер, где угодно. Они должны постоянно со сборной туда-сюда ездить и вести эту работу ежедневно, ежечасто, ежесекундно. А сейчас это ведется? А сейчас КНГ, оно работает так. Они планируют сами для себя там руководители, на какой сбор он приезжает. Приехали там, аппаратура ничего нет, дневников ничего нет. Они какую-то информацию собрали. Ну, люди опытные, компилировали там, отчеты отдали, все похлопали и все нормально. Деньги получили. Не нужно это, не нужно это ни для научной работы, никак это просто. Это, ну, как у нас сейчас говорят, вот такое грубое слово, ну, люди отмывают или там, зарабатывают банки. Ну, осуждать их за это нельзя. Ну, толку от этого никакого нет. Просто нет. Поэтому я все время писал свои предложения, писал председателю, директору ЦСП Кравцова. Писал. Ну, они, к сожалению, никак не прореагировали. Им это не нужно. Да, жалко. Предложения свои по поводу того, как должно работать КНГ, как я это вижу. Я сейчас вкратце это все объясняю. А вот кроме презентации куда-то там, в Минспорт, я просто не в курсе. Ну, мы вывесим на сайте, мы вывесим на сайте, на нашей КНГ-механике, будь на университетском сайте по науке, вот про ректор здесь был. Вот это все будет. Нет, я имею в виду рекомендации, предложения, что на сборах должна быть эта платформа, бригада специальная. Купите, выделите деньги. Давайте, друзья мои, я вот, например, считаю так, люди, которые работают в Минспорте и в Олимпийском квитете, должны быть специалистами, должны понимать, что они здесь увидели. Но на практике мы видим, что далеко не специалисты там. Ну, так это, понимаете, как? Ну, может быть, надо не сидеть и ждать, а вот я говорю, какие-то письма там. Нет, мы не сидели, не ждали. Вы же видите, мы поехали, вот у нас что-то, мы что-то собрали, Вейскоп и та самая, тензоплатформа, поехали в РУЗу, показали это все. То есть мы не сидели, не сложили. Вот опять же, эта презентация, она как раз говорит о том, что мы готовы это все. Что все готово, что все работает. Да, мы готовы это все внедрять, пожалуйста. Ну, как говорится, первый вопрос, который люди задали, сколько это стоит? Ну, все правильно, логично сейчас все в деньги упирается. Вопрос, сколько вы готовы дать? А я вот слышал, мне сказали, что возможно без платформы использовать. Возможно, конечно. Почему никто не сказал? Почему? Возможно сказал, Анатолий Александрович сказал. Пожалуйста, можно без платформы, только у вас не будет усилена обморачивающая обморачивающая а потом только движение снаряда. Тогда это, получается, возможно везде применять, на любых соревнованиях снимать параметры. Об этом и речи идет. Единственная проблема, что вот эту штучку надо дать на границу, надо получить разрешение главного судьи. Анатолий Александрович об этом говорил. Хорошо, а если будут получены разрешения и захочется снимать без стензоплатформы, возможно ли взять, приобрести эту программу? Или надо обращаться к вам? Программа – это частная собственность. То есть, упирается опять еще во что-то? А для чего мы это все делаем? Мы, дорогие друзья, в свое время, даже на моей памяти, столько по всему миру раздали бесплатно. Китайцы пользуются до сих пор тем, что было здесь. А как же в таком случае? Немцы еще в 70-е годы, по выносливости люди, было заседание, и по выносливости им только рассказали, что потом они уже Советский Союз стали обыгрывать. Сейчас времена изменились. А вот если в какой-нибудь дюшер какая-нибудь инициативная группа тренеров сейчас посмотрит и скажет, о, вроде бы и деньги есть, и желание, и время, хотим использовать. Вот. В плане приобретения программы во что упрется? Я не думаю, что сейчас... Договора какие-то заключать, что там? Выпрашивать, связи? Мы пока хотели бы сами поработать и получить какую-то информацию. То есть, под любым предлогом пока невозможно эту программу получить? Программу нет. Программу нет. А в будущем, когда, допустим, будут какие-то новинки внедрены... Я... Я доспрошу. Какие-то новинки внедрены, допустим, там, какой-то версии, там, один, два, три, уже пятая версия будет. Первую, например, можно будет приобретать? Я думаю, что можно. Простую. Пазовую. Я думаю, что можно. Ну, мы должны сами понимать. А в ближайшие перспективы где будет использоваться? Может, еще на каких-то сборах? Может, в этом году? Или вообще не понятно? Мы готовы. Я думаю, что мы готовы прямо сейчас собраться и поехать. Правильно, Саня? Таких предложений нет уже на момент. Все. Возьмут. Пока. То есть, вот презентация прошла, а что будет через месяц, через два, через три, никаких благ нет. Ну, ты же понимаешь, презентацию для этого и делаешь. И пригласили Минспорт, Олимпийский комитет, Федерацию, ЦСП. Мы приехали, посмотрели. Теперь они будут закрепить по Чешу. Федерация была. Из Минспорта были. Были, были. Из Минспорта, Фомиченко, Татьяна Геровна была. Из Олимпийского... А еще вопрос, Виталий Федорович. По поводу бюджета было спрошено. А вот вы готовы выехать, да? Вот тогда в этом случае цена вопрос какая. Если кто-то пригласит, приезжайте к нам. Вы, допустим, говорите, для этого нужна такая сумма. Перевозка, оплата. Перевозка, в принципе, не надо. Вот какая это сумма? Я сама в своей машине приеду. Тогда вот в какую сумму? Мы так в Рузове перевозили, грузили все эти резинки, транзоплатформу, все там, целый кузов был. Ну, если не на сборы, то в какую-то сумму выходит? Просто пригласить вас? Я не экономист, я не могу сказать. Приблизительно не в курсе? Ну, здесь же сказали, там, 5 миллионов, допустим. Это платформа продумывается. Да, да, да. А вот так вот, если вы... Вы поймите, вы путаете разные вещи. Цена всей аппаратуры, пусть отдельно программы обеспечения, и цена работы моей и моих сотрудников или нашей группы. Вы с ваших сотрудников? Мы пока еще не обсуждали этот вопрос. Я не знаю, сколько это будет стоить. А сколько я стою, как специалист, я не знаю. Да нет, вы не поняли. Про процент. А таких предложений не поступало, да? Допустим, мы вот этот платформу отдельно не можем купить, а вот вас приглашать можем. Нет, я думаю... Два раза в год приезжайте там, к нам куда-нибудь. Я думаю, что мы с этого и начнем. Я думаю, что мы с этого и начнем. Мы только с первой сборной команды, а не с какого-нибудь зальчика. Не важно, не важно. Ну, зальчик, естественно. Надо было немножко границ тогда обозначить, чтобы люди знали, сколько это... Конечно, это... Если 50 тысяч, а если 500? Для сборной прежде всего. Да это понятно. И не только для потяжелой атлетики. Тут можно тестировать любую сборную, где ведущим качеством или основных из ведущих качеств физических являются скорость силовой, скорость силовой качества, взрывная сила, и прочее, прочее. Вот прыжки делает, ты смотри. Потом Анатолий Александрович убил все на оперативную информацию, на текущий контроль. Но тоже неплохо. Для меня, как специалист, я и говорил о другом, больше интересует динамика. Чтобы мы могли с помощью вот этого управлять процессом, смотреть, куда мы идем, в какую сторону. Развивается у него что-то или наоборот он загибается. Ничуть эта система, ничуть не хуже методик биохимического, а может быть и лучше, потому что это специфическая педагогическая методика, именно биомеханическая методика, именно для спорта сделана. Авиахимия, она имеет свои определенные нюансы. Во-первых, во-вторых, специалисты, врачи, они не понимают самой специфики спорта, что за чем идет. Поэтому биохимия, она должна быть как подспорь к этим всем делам. А по этой программе можно оценить, например, проведя исследование, например, в одну неделю и там недели через четыре под разными нагрузками определить, человек находится в стадии утомления, там или наоборот пика? Конечно, элементарно. Для этого это уже возможно, да? Совершенно. То есть она сама это анализирует? Нет. Или нужно слить параметр? Нет. Она выдает параметры. Машину нельзя к этому подпускать, к анализу. Анализировать должен человек, потому что машина не может, ну как она работает в заданных рамках, ни шаг лево, ни шаг право она не делает. Она проанализирует то, что есть. И может быть порой не так, как это нужно. Человек может, ну в данном случае, он есть много вводных, много составляющих, которые только человек может воспринимать. Машина это воспринимать не может. Все ясно. Спасибо.